продолжение видео по электроскутеру теперь очередь дошла до поворотников поворотники у нас мигающие из-за их не мигание отвечает отдельный модуль который представляет из себя вот такую черную коробочку и имеет два вывода выводы имеют буквенное обозначение b и l b это имеется ввиду аккумулятор питающий вход плюсовая клемма и l отводящая линия минусовая клемма схема включения модуля простая здесь у нас есть аккумулятор переключатель и две лампочки зависимости какой контакт замкнется и среднем у нас загорится то или иная лампочка модуль подключили обязательно согласно маркировки вывод b у нас идет на плюс аккумулятора вывод l у нас идет через лампочки через переключатель до минус аккумулятора подключим наш модуль для проверки вот по вот этому рисунку на какой линии у нас будет сидеть лампочка абсолютно неважно то ли по плюсовому проводу то ли по минусовому проводу и так есть у нас лампочка модуль на месте и вот плюс минус плюс подключаем на лампочку есть теперь после лампочки включая на b есть и минус соответственно на есть сейчас там ранее от этого модуля составляет 0 8 герц как бы немного медленно но сойдет теперь взглянем на саму плату вот так она выглядит элементов в принципе не так уж и много конечно в ю тубе есть классическая схема на кт 315 все знают что это за схемка ну но если не все ну почти все но она ограничена по своим токовым характеристикам дело в том что сам транзистор кт 315 он работает в лавинном режиме соответственно у него обратимый пробой идет но но обратимый пробой за счет того что у него токи не достигают опасных значений для разрушения его кристалла но как только его чуть-чуть подгрузить большим током ну соответственно он выйдет из строя из-за малой нагрузки она как бы не особо распространенная но пользуется популярностью за своей простоты теперь по схеме нашего модуля работы схема аналогично как и на кт 315 разница только в проводимости транзисторов у нас структура pnp он тоже работает в лавинном режиме ну и добавлена обвязка вокруг транзистора который выводит его в нужный режим работы делает схему более надежной и помощнее на выходе в качестве ключа применена сборка дарлинтона которая состоит из двух отдельных транзисторов усиливающих друг друга транзистор q2 непосредственно замыкает собой цепь и зажигает лампочку конденсатор c1 накопительный служит для вывода транзистора в лавинный режим он заряжается по цепи от источника питания через лампочку резистор r1 диод через резистор r4 и на конденсатор c1 когда он заряжается уровень напряжения постепенно поднимается и она приложена непосредственно к имитеру нашего транзистора и как только достигает пробойного значения транзистора входят в режим пробоя который происходит лавинообразно и соответственно переход имитер коллектор резко открывается и далее конденсатор через резистор r5 открывает транзистор q3 а он через себя открывает q2 наш транзистор q2 собой замыкает контур лампочка горит и продолжает гореть до тех пор пока конденсатор не разрядится полностью когда разрядка закончилась транзистор q1 закроется и заряд конденсатора c1 снова начинается заново цикл повторяется диод нам нужен чтобы конденсатор c1 не разряжался мимо транзисторов иначе он бы смог найти себе кратчайший путь и зарядиться через резистор r4 под цепи и открытый транзистор q2 на минус схемы и замкнуться в контур транзистор q1 каждый раз входит в режим обратимого пробоя по напряжению а когда ток держится на безопасном минимальном уровне ему ничего не грозит в лавинном режиме сборка даргентона имеет большой коэффициент усиления по току благодаря этому выходными ключами возможно управлять очень малыми токами на такой вход можно подцепить катушку реле или какой-нибудь мощный полевой транзистор резистор r1 идет как предохранитель ну и как ограничивающий при коротком замыкании конденсатор c2 по сути дела не нужен пробовал работу схемы без него разницы особо не заметил он идет как фильтрующий от высокочастотных помех и наводок резисторы r3 и r2 образуют собой делитель напряжения и задают уровень постоянного напряжения на базу транзисторов полтора вольта положительный потенциал на базе этого транзистора только призакрывает этот транзистор тем самым подымая уровень пробойного напряжения ближе к питающим при текущих компонентах уровень пробоя находится в районе 14 вольт соответственно меняя значение этого делителя мы можем подымать уровень пробоя транзистора или наоборот опускать лично у меня выходило подымать этот порог до питающего напряжения увеличивая сопротивление резистора r3 до 10 килоом и выше уменьшая сопротивление этого резистора я понизил порог пробоя до 8 вольт при питающем напряжении от блока питания в 20 вольт резистор r4 отвечает за скорость заряда конденсатора c1 увеличивая его мы замедляем скорость зарядки и тем самым понижаем частоту моргания лампочки на выход чем дольше скорость заряда конденсатора тем дольше пауза между вспышками на лампочке понижая сопротивление этого резистора скорость заряда возрастает и пауза между вспышками сокращается резистор r5 отвечает за скорость разряда конденсатора c1 соответственно меняя значение сопротивления этого резистора меняем скорость разряда конденсатора скорость разряда конденсатора задает нам длительность горения лампочки чем быстрее разряд тем короче вспышка понижая это сопротивление до 0 на выходе частота включения 1 герц и получаем короткой вспышкой с относительно длительной паузы если надо частоту выходных импульсов значительно поднять просто меняем конденсатор c1 на меньшую емкость хочу обратить ваше внимание на стрелочки в транзисторах они не просто так нарисованы в определенную сторону например на q1 стрелочка указывает на направление притекания тока через базу когда мы хотим его открыть также указывает направление тока нагрузки от эмиттера к коллектору соответственно для того чтобы ток притекал таким образом нужно приложить на базу 0 и на коллектор 0 а на эмиттер плюс вот мы и вышли по типу проводимости и полярности только по указанию стрелочки с транзисторами q3 и q2 то же самое все совпадает теперь покажу вас целограмм с этой схемы желтые луч от икрывая от эмиттера нашего транзистора в лавинном режиме мы видим как конденсатор заряжается и разряжается как только доходит напряжение в своем пике до прибойного значения транзистора входит в лавинный режим и открывается начинается разряд внизу транзистор в самой нижней точке разряда закрывается и зарядка конденсатора снова начинается растет вверх и так циклический каждый раз зеленые лучи это сигнал на выходном ключевом транзисторе сигналы идут в виде импульсов когда выходной транзистор закрыт к нему приложено все питающее напряжение и мы соответственно наблюдаем высокий потенциал как только транзистор откроется он собой замыкает цепь превращается в проводник потенциал приложенного напряжения к транзистору падает почти до нуля открытие выходного транзистора как мы видим совпадает с началом лавинного открытия верхнего транзистора длительность этого фронта самая короткая и составляет 40 наносекунд закрытие транзистора совпадает и с полным разрядом конденсатора и закрытием верхнего транзистора скорость закрытия транзистора более пологая и составляет около 300 мкс всю исходную информацию я получил вот вот этой макетной платы на ней постепенно менял каждый резистор на переменной и наблюдал по осциллографу что меняется в общем в итоге получился подробный и насыщенный материал теперь восьмую часть видео можно завершить кто слушал внимательно и до конца обязательно свое возьмет ровно столько сколько захочет всем пока до следующего видео